Welcome, welcome, welcome. Игра номер 2. Домбоны против Сэндбоксов. 1-0. Сэндбоксы лидируют. Поражает пока уровень игры этой команды. Уровень даже не сказал игры, а идейности. Они некоторые свои странные пики воплощают очень даже хорошо. То есть мы нашли причину Виктора, мы нашли причину Галлио в этом матче. Очень нехватка инициации была у команды Сэндбокс, но они как раз-таки за счет Райтлус Глори фланганул Ургот и на него приземлился Галлио. Вот тебе и комбинационы, да? Комбинация та, которую я искал и найти не мог. Вот она нам показывает ее повторе. Помимо этого Лебланка оставалась весь матч на меде и мучила Эзе, не давая ему нормально фармиться, не давая ему нормально подходить к вышке. А Виктор ушел на боковую линию и сдерживала спокойно Райза, сдерживала спокойно Ургота. И кто бы из них туда не приходил, Виктор его держал у себя возле вышки. И получилось так, что 3-1-1 Домбонов уперся в то, что через Виктора они пройти не могут. Эз не может на фрифарме стоять, всегда рискует то, что его может уничтожить Лебланка. Но не это стало причиной поражения команды Домбон. Долейт это все, но не добрались. Прочиной стало отвратительное позиционирование в финальном сражении, где Эз не смог вообще никакого Паука дать перед началом сражения. Быстро убили Алистара при помощи Ургота, Галлио и еще кто-то там помог. А в ответочку пытались там поймать, насколько я помню, Виктора. Он просто купол поставил и остался в живых. Старичок тащит? Да. Старичок еще как тащит у команды Сэндбокс. Не этот старичок, это их тренер. Ну и у нас сейчас будет загрузочка в игрушечку Лега Легенд. Матч номер 2 чемпионат Кореи. Райд Геймс на своей арене проводит это соревнование. И Сэндбокс у нас теперь отправляется на синюю сторону. У Домбонов, соответственно, есть право контрпиков, право ластпика. Интересно, что они нам подготовили на красную сторону. Конечно же, вы должны этим тоже заниматься. Любопытно, вот статью тут не читал. Ну, как статью, интервью с Дженсоном взятое. По поводу матча команды Клауд Найн против команды Тим Ликвид. И Дженсон сказал, что мы несколько часов драфтили все возможные варианты, которые команда Клауд Найн к нам подготовит. Но что любопытно, в этих нескольких часах мы так и не нашли варианта, при котором команда Клауд Найн проявит неуважение ко мне и оставит Кассиопею открытой. Когда ее открыли, как он сказал, вы можете послушать, что я сказал. Я сказал, дайте мне Кассиопею, я их уничтожу. Пикните мне Кассиопею на фирст-пике, я их уничтожу. И он это сделал. Но это имеется в виду, что как раз-таки Дженсон, один из самых лучших игроков в чемпионатах вообще любых на Кассиопее, Клауд Найн вот такую грубую ошибку совершили. Но вот в следующем матче они, правда, не совершили такой ошибки и победили своих противников. Ну а в Корее, вы видите, Кассиопею тоже не вылезает из банов. Акали на ФП, Акали для Дава и Дамвона забирают Атрокса с Люцианом. Люциан остался открытый. Почему? Потому что Владимира в приоритете сделали бан команда СБ. Ну, Люциан как бы есть, но с другой стороны там можно взять Эза опять. Правда, тогда придется Гасту играть на Эзе. Но, возможно, он возьмет точно так же, как и в предыдущей партии. Похоже на предыдущую партию. Берется Галлио и, видимо, сейчас возьмут Виктора. До того, как Виктора забанят. Задумались. Сэндбоксы. Брать ли сейчас Виктора или позже. Почему стопа исчез чемпион такой, как Наутилус? Он раздает... От всех и никому не стомпит. Или почему Наутилус? Наутилусу добавили танковости, но у него довольно низкий урон. И получается, что он не может нормальную линию даже запушивать. В отличие от того же самого Галлио. Лисина берут. Почему они берут Люксу? Люксы очень долгий прокаст. Откат имеется в виду долгого прокаста. Само заклинание, комбинация довольно неплохая. Это кушка W ульта и... Ой, кушка, извините, Ешка ульта. И, конечно, W дает еще щиточки для ваших союзников. Но откат этих всех заклинаний более 10 секунд. Это крайне невыгодно получается для чемпионов на просцене. Потому что тимфайты идут не больше 10 секунд. То есть ты всего один прокаст можешь дать, а дальше только автоатаками сражаться. Вынудит на бан Виктора. Да, возможно, об этом подумали сэндбоксы. А почему бы не вынудить противников забанить Виктора? Забирают они себе Лисина. Оппонент забирает Браума и банят Дрейвена. Это Дрейвен как контрпик лица. Но я много раз отмечал. Но я не помню от гаста Дрейвена, чтобы прямо так бороться за этот бан. Сэндбоксы должны, в свою очередь, сейчас респектабельные баны по лесникам проводить. Всякие Камилы, всякие Казиксы должны отправляться в банчики. Ну, так и происходит. Минус Казикс. Ну, а Дамвоны, вот вопрос, будут ли они банить Виктора. Ну, я бы забанил Виктора от греха подальше. Потому что сейчас у сэндбоксов выстреливает точно такой же сетап. Единственная разница в том, что у них не Лебланк будет на медиа стоять, а Акали. Ну, и зачем вам это нужно? Дамвоны, но они банят дальше просто от Декери. Убирают еще и Эза. Привет, Виктор, подскажи, пожалуйста. Пайк вообще берется на просцене, если да, то где это глянуть. Да, Пайк брался в комбинации с Дрейвеном. Однажды его взяли. Брали его против Браума, против Тамкенча. Вот в основные его моменты, где его берут. Просто против Алистара Пайк не очень хорошо работает. Из-за того, что Алистар делает лучшую инициацию. Большое тебе спасибо за поддержку канала. И там Америк еще дарил. Ну, я ему лично уже написал сообщение благодарности. Но чатик сказал, что это минус 500 было. Не было минус 500. Я все это видел. На Гудгейме был донатик. Ну, и вот сейчас еще один донатик прилетел. Лиссандра с Браумом. Хорошая комба, но мне не нравится, что нет пока связующего звена у команды Дамбон. То есть, Люциан и Атрокси чувствуется немного какая-то неуверенность у команды Дамбон. Связующее звено будет через Лесника. Очень похожий Лесник на Сиджуани. Будет пикнуть сейчас Сиджуани с Закной на это лучшие варианты. Но если Зак страдает от Лесина, то Сиджуани не страдает. Олаф. Олаф, 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 Олаф. Нет, Олаф плохо здесь. Потому что придется забегать в Галлио, забегать в Виктора Купол. Это будет зонинг по твоим союзникам. Ты будешь там один, и у нас Крокодайл! Гена, ты что? Генаидиус. Реннектон, ребят, на топе от Саммита. А Даф будет, понятное дело, играть на Акали. Первый раз берется за всю чемпионатную серию этого года в Корее. Крокодил Реннектон на топ против Атрокса. И там вон и ничего нового не смогли придумать. Как взять кунтерпик к Крокодилу. Берут они, конечно же, Кенана. Дальнобойный чемпион с жестким поуком. Вот тебе и кунтерпик. Они хотели флексанутого Лесника держать, чтобы Атрокс не мучился. Отправляет Атрокса в лес. Атрокс, конечно, будет спокойно фармиться против Лесина. Лесин не может ему помешать. Но при всем при этом, и Атрокс не может помешать Лесину во время гангов. То есть, даже Казик, наверное, лучше выглядит здесь, чем Атрокс. Но, с другой стороны, у нас появляется новая интересная линия. И комбинация связующее звено. Вы видите, оно теперь есть. Связующее звено. Это Браум. Браум со своей инициацией на любого игрока, когда он прыгнет, дает подкидывание. После чего сразу же Лиссандра дает ульту. И Кена дает ульту. Крокодил Рейниктон Насосович. Ну, можно и так, да. В Китае вроде много крокодилов было уже. Ну, в Китае, может быть. Но мы-то в Корее, ребят. Oh, my. Саммит играет на Рейниктоне. Онфлик играет на Лесине. Мыло взяло себе. Акалия, Гост. И вместе с Джокером опять показывает Виктор Галлио комбинацию на ботлейне. Ну, как бы логика у этого комбинации есть. Там Купол, там Таунд. Дальнобойные заклинания. И при этом хороший сустейн на этой линеи. Заполкать Галлио невозможно, потому что у него есть магическая защита. Заполкать Виктора невозможно, потому что у него есть щиточки, которые появляются его заклинания. Ну, можно. Очень надеюсь на 1-1. Ну, посмотрим. Я больше беспокоюсь за Хомяка сейчас на топе. Дело в том, что этот Йордл, который взял себе Кенона, подразумевал, что он будет 1 на 1 на линии. Ну, не будет, скорее всего, 1 на 1 на линии. Он будет стоять против как раз-таки Рейниктона и Лесина. Так, все. Поправили наушники. Давайте смотреть. Кенон взял себе Клиптомантию. Есть у него флэш, есть телепорт. Нюклер занял тут неплохую позицию, закрывая заход в свой лес. Ну, и на Меде Шоумейкер как раз не дает зайти сбоку в свою команду. Каньон вместе с Нагорье тут мешают. Сами Туэн Флику. Что там Кенон пошел? Пошел деньги зарабатывать. Кстати, заработал. Сразу же киллочка. Первый кушку попал, заработал килл. Да, кто не знает, у этого чемпиона, как и у Эза, как и у большинства похожих чемпионов, кушка является он-хит эффект. Так, там, соответственно, Клиптомантия работает у Нагорье, на Кеноне. И он тут же кушку дал у нас на Ботлэйне, или на Медлэйне, где он там только что ее подошел, дал. Заработал с этого монетку себе и заработал себе фляжку здоровья. Там не такое большое здоровье, но все же есть. Почему не Тимон? Тимон тоже бы побеждал Ринниктона. Любопытно, но у Ринниктона самые большие проблемы именно против Йордлов на топе. Не знаю, это было специально задумано Райд Геймсами, как троллинг. Мол, Крокодил должен хомяков сжирать, но в реальной истии наоборот. Все хомяки убивают Ринниктона на топе. Вплоть до того, что даже Лулу его побеждает на топ-лэйне. Любого Йордла берите на топ-лэйне против Крокодила, не ошибетесь. Но так же сам, кстати, страдает и Насос. Но это просто комбинация заклинаний. Так работает у нас хорошая ловушка была от Хойта. Попадает он по Гасту и по Джокеру своими заклинаниями. Вынужден был Джокером поражать Флэш, но Флэш поражал и Хойт. Джокер остался все еще с Флэшом. То есть он может сделать инициацию сейчас Флэштаун под своим врагом. Но если только придет сюда Лисин. Флейк здесь. Ну вот так высматривает он Флейк. Возможно, Ганг передумал и пошел фармиться. Прошу прощения. Даже Вейгар, да, да, конечно же, даже Вейгар, ребята. Причем Вейгару, наверное, даже проще, чем всем остальным. Потому что ты спокойно фармишься из дальних заклинаний. А у этих чемпионов, кроме Флэша, нет никакой инициации к тебе. Насос может только замедление давать. Ему придется как-то перефлэшиваться твой купол, твою стенку. Ну а что касается Рениктона, Ешка не проходит через стенку Вейгара. Соответственно, тоже придется через Флэш только заходить в тебя. Что по цифркам? Мы еще не говорили. Сейчас как раз давайте оценивать. Ленингфаза в данной игре, я считаю, должна быть за командой Дамбон. Лисин, конечно, молодец. Но в одиночку он никак не справится. Соответственно, контрпик на меде, контрпик на топе, контрпик на боте. Это все рабочее, кроме Лисина, который сражается с Каньоном. 55% за Дамбонами Ленингфаза. Каньон ничем не попал. Кинул W и такой, да ну нафиг, что-то я вообще не могу. Что это за чемпион, ребят? Зачем вы меня заставили на нем играть? Ну, Каньон, конечно, грустно. Он еще и с авторшоком играет. Это у нас Артишок от Рокси, ребят. Ладно, там Артишок, когда на Лисандре, на Райзе берется. Это понятно. Там Алистар и Галлиус этим. Это все понятно. Но уж здесь какая ошибка. Даф убивает вместе с Лисином, Лиссандру. Так вот, 55% Ленингфаза должна была быть за командой Дамбон. И вроде по фарму они все еще идут впереди. Даже умерев от Даф убийства, по сути, они все равно по золоту по-прежнему лидируют. Минт-гейм я бы оставил, наверное, уже за командой Сэндбокс, 55%. И Лейт перешел бы к команде Дамбон. Попытка от Шоумэкера сделать шоу. Но это шоу убивается облесина, который не дает своему мылу пасть на этой линии. Очень близкий сетап. Ну, просто, понимаете, Люциан, он не совсем Адекерий. То есть мы бы давали больше процентов за командой Дамбон в Лейтгейме, если бы Люциан был реальным Адекерий. А он просто по факту является брузером дальнобойного типа. Но на линии Ботлайн, конечно, он стоит, может, спокойно. И его, как Адекерий, многие используют. Давайте посмотрим. Повтор. Ну, ошибка была, конечно же. Он и в Ешку попал, и Лесина недооценил. А Каньон вместе с Шоумэкером уже здесь. Перепрыгивает. Пошел Тавердайв. Хороший Тавердайв. Потеряет они Хойта. Но должны хоть кого-то убить. Хойт должен там догорать. Хойт остается в живых. Клик тоже остается в живых. Мыло сюда подходит. Умирает еще один игрок от Лесандры. И Мыло не успевает. Дав, ребят, не смог никого убить. Никак не смог отомстить. Шикарный взрыв, получается, по плюсикам для команды Дамвон. Более того, они могут еще один Тавердайв организовать. Но испугались. Все же Акалия может под своим флэшом и W хорошо здесь закатить. Скоро будет и Артишок, и и Никто. Да. Может быть. Как же выжил здесь Хойт. Ему хил накинули. И на каких-то единичках здоровья он выжил. После этого вышка переключилась на Нюклер. Нюклер тоже выживает. Вовремя выходя из-под нее. И потом Лесандра выбирается из-под нее. И при помощи зомби зарабатывает это убийство. У нее уже 4 стака на Даркселе, которую она тут же купила после своей первой смерти. И тяжело будет дальше сейчас команде Сэндбокс сдерживать этот сноубол, которым может команда Дамбона организовать. Напоминаю, что лейнинг фаза за Дамбонами. СБ Мидгейм. 55% Лайт. Опять за Дамбонами. Почему СБ дал Мидгейм? Объясняется легко. У них комбинация нескольких чемпионов. Очень хорошая. Ну и вообще чемпионы с ультами. Скеллица. Классно. Попытка здесь Нагурика убить. Нагурика хорошо выращивается. Но погибает. И вместе с этим погибает Мэла. Уронила. Команда Сэндбокс. Но, скорее всего, в ответ хоть что-то Дамбоновцы сделают. Кроме убийства на топ-лайне. Они зарабатывают себе еще и дракона. Великолепные трейды. Идут все в пользу них. И, честно, неприятный такой старт для команды Сэндбокс. Особенно неприятный, что крокодила, которого они взяли, ничего им не дает. Вот. Рениктон не фликсовый пик. То есть, они не могли его поменять позиции с кем угодно. Ну, гипотетически. Давайте представим. А, ну они Лесина уже взяли тогда. Ну, я хотел просто додумать какого-нибудь там, знаете, Джакса или Камилу они бы взяли. И могли бы точно так же отправить в лес, если что. Но здесь никаких, если что. А почему умер дав? А, потому что выстрел удара вышки. Выстрел удара вышки был, когда он был не в шрауде. И спрятавшись в шрауд через флэш, это ничего уже не дало. Здесь он флик украл красный баф. Дава небольшая проблема. Он, как бы, вынужден даже мерки был купить. Две его ротации ни к чему не привели. У него теперь минус 20 фарма на меде. Минус полтора уровня. И он даже видит, чем занимается сейчас Каньон. Но помешать этому процессу никак не может. Только своему Лисину говорит, будь аккуратен, друг. Там злой артишок от Рокс в твоем лесу. Но Лисин бесстрашен, идет сражаться. Пытается убить Каньона. Каньон жив. Но много потерял здоровья, кстати говоря. На Гурии куча у него денег, конечно, там. Тут 68 фарма, при этом Клиптомансия еще давала. Аккуратненько отходит Шаумейкер. Потому что он не знает, где сейчас Лисин конкретно находится. Лисин понимает, что забрал красный. Но куда дальше пойдет, неизвестно. Кстати, вот Бот Лейн ошибается от команды Дамон. Позволяет Лисину действовать так, как он хочет. Но Лисин тут на пинкварт натыкается и уходит. Не словно хлебавший. Доброе время суток. Привет-привет всем, ребят. Сегодня у нас чемпионат Кореи. Играются матчи лидеров и матчи аутсайдеров. Вот так вот интересно у нас расписание сложилось. Его, конечно, создавали до этого еще матча. До этой игровой недели. Не знали, как будут расставлены команды. Но сегодня у нас встречается топ-2, стоп-3. И одновременно с этим встречается топ-9, стоп-10. Команда чемпионата Кореи. Завтра, кстати, играет топ-1, стоп-3 получается. Потому что третью позицию делят у нас две команды. Нет, вторую позицию делят. Да, топ-1, стоп-2 завтра играют. СКТ против команды Гриффинов. Надо было мне стрим назвать. СКТ играет завтра. Я думаю, люди бы, не дочитывая, все равно приходили бы. Можно же обузить. Название стримов делать красивыми. СКТ, лучшая команда в Корее. Фейкер на миде. Играют. И маленькими буквами завтра написать. Что на топе делает Крокодил и АП Кена? Ну, Крокодил был взят, не знаю зачем. Пока причины я не вижу. Может быть, они реально хотели его против Атрокса брать. Но их это удивило, появление Кена на ВП. Можно даже тогда писать, что СКТ играет в Корее. Да. СКТ играет в Лигу Легенд. О, стримни об этом. Фейкер играет на миде. Да. И придраться к моему названию будет очень сложно, потому что я не буду никого обманывать. А ты хитрец. Да. Есть такое. Ну, просто сегодня что-то маловато зрителей. Вот я про это не говорю. Вчера на Китае было больше. То есть, может, Китай интереснее людям смотреть, чем карейцев. Хотя вчера стрим просто назывался Китай чемпионат мира. Ой, чемпионат мира. Китай чемпионат и все. Так и назывался. Настолько тонкий троллинг СКТ и Гриффинов. Не, на самом деле, действительно, завтра будет крутой матч. Почему Фейкер популярнее Капса, хоть Капса и лучше его? Ну, Капс пока не доказал, что он лучше него, потому что... Знаете, Фейкер, он поступил красиво. Он вместе со своей командой не пробился на чемпионат мира, чтобы ни один мидлейнер не смог понизить статус Фейкера. Ни один из участников чемпионата мира, ни один из финалистов чемпионата мира не смог победить Фейкера. Он просто отказывался. Как Бобби Фишер поступил. Становишься чемпионом мира и потом внаглую отказываешься от всех матчей за титул чемпионов мира. И ты остаешься непобедимым чемпионом мира на всю жизнь. Потому что Фейкеры есть, Бобби Фейкеры, Бобби Фейкеры. Да. Знаешь, почему Гриффины проиграли СКТ? Там же будет фулл АД. Не понял, но ладно. Сколько завтра будет стрим этого матча? А с утра в 11.00 по Москве стартует. 2-3 в этой партии. 3000 преимущества команды Дамбон. СБ надо как-то придумать. О, вот и что-то придумали. Ловят они на горе. На горе дают ульту. Станет двух игроков. Прилетает сюда Александра. Дают ульту. Не задевая никого, потому что нажимает ее на себя. И из-за этого, скорее всего, Дав тоже убежит. Дав. С флеша автоатака. Урона-то нет. Нет никакой пассивки у Александра для дополнительного усиления автоатаки. Тем временем старика здесь ловят. Джокер в беде, но его прикрывают. Виктор своей ультой. И гонит. Гонит Нюклира назад. В его село. Говорит, иди отсюда. Село Кукуева. Сколько чемпионатов мира выиграл Капс? Да. Ни одного. Сколько выиграл Фейкер? Три чемпионата мира выиграл Фейкер. И ни разу не проиграл Капс в Нумиде. Следовательно, Фейкер сильнее его. Проблема небольшая. Ну, какая небольшая? Очень даже крупная уже проблема у команды Сэндбокс. Они отдают вышку на миде без боя. Потому что Кеннон и Акали очень сильно пострадали от Кеннона. Очень пострадали они на том сражении. И потеряли еще Дракона. И сейчас просто со всех сторон их разваливают на лынникфазе. Команда Дамбон победила. Я говорил, что Лисин вряд ли сможет против Фатрокса нормально выступить. Но я не ожидал, что настолько хуже у Лисина будет партия против Фатрокса отыграна. Матча всех звезд, кстати, не существует в Лиге Легенд. Есть турнир All-Stars, но это не матч всех звезд. Это просто шоу. Все же матч всех звезд, я подразумеваю, лучших игроков Кореи против других лучших игроков Кореи. Там Север против Юга и так далее. Но в Америке они просто делают All-Stars после Чемпионата мира, куда приглашаются разные игроки. И All-Stars был, да, действительно, фейкер. И Капс в режиме. Нексус Блиц победил фейкера. Но если это засчитывать за победу, да. Ой, 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 и он выживает! Пошла флеш-инициация от Хойта. Минус надо делать Лисина, он просто пропадает с карты. И Алда здесь тоже ловит. Олд Мэн погибает. Даже медленно идет, делает удар руки. Но никого уже нет. Зомби этого все бросили. Не, ну, я по-другому имею в виду то, что сам по себе мероприятие All-Stars, он не делается по мероприятию, ну, как это делают, во всем мире. То есть есть КХЛ All-Stars матчи, НХЛ All-Stars матчи, там по бейсболу All-Stars матчи. Ведь их не собирает всех игроков по всему миру. КХЛ All-Stars матчи же не берут игрока из шведской хоккейной лиги и потом берут из НХЛ. Они только из своей лиги берут. Поэтому All-Stars матчи, это по мне, ну, матч всех звезд одной определенной лиги. А если вы по всему миру собираете, это не матч всех звезд, это какое-то дурацкое шоу просто. Ну, оно действительно хорошее, неплохое было это шоу. Но по факту это не то, что мы хотим с вами увидеть. Мы хотим увидеть лучших корейских игроков против лучших корейских игроков. Мы хотим увидеть лучших СНГ игроков против лучших СНГ игроков. Ни разу я не видел, чтобы Фейкер какие-то супер-мувы делал на простейне. А они не нужны. Они не нужны. У него все хорошо. И без них. Ну что ж, провал гейминг. Я бы так назвал сэндбокс гейминг сейчас состав. Хотели они как лучше со своим крокодилом. Получилось, как всегда, получили жесткий контрпик на топе, жесткий контрпик на меде, жесткий контрпик на боте. И их уничтожили. Я цифры не, видите, можно было дать за 60%. Выше 60% давать не хотел. И за Лисина. Потому что Лисин, как мне кажется, очень хорош против Атрокса. И можно даже проверить. Но у нас сейчас битва намечается за Красный Лес. Захват Красного Леса идет. Стеван Сегал здесь рядом уже с ножом. Нет, не будет никакого захвата. Там просто до дракона. 40 секунд. Я хочу глянуть на кое-какую статистику, ребят. Для общего образования, проигрывает ли Лисин, использую я сайт u.gg, проигрывает ли Лисин Атроксу в лесу? Вот что меня интересует. Играется ли вообще Атрокс в лесу? Да, в соло-ку Атрокс не играется в лесу, поэтому мы увидеть эту статистику даже с вами не способны. Но, по моим ощущениям, не должно быть такое отставание у Лисина от Атрокса. Потому что Атрокса, именно против Лисина, мало каких-то есть заклинаний для сражений. Тем более Атрокс у нас там артишок был с афтершоком играть такой себе. Так что это будет 1-1. Ну, где-то процентов на 90, я уже в этом уверен. Потому что Лейд тоже за командой Домбон. Мидгейм с таким отставанием сэндбоксы свой реализовать не смогут. Где как раз сила Лисина просыпается, сила Акали просыпается. Виктор там даже еще что-то в этот момент может делать. Ну и, конечно, Крокодил. Суперчемпион. У Домбонов единственное, что есть в этот момент, это Кеннон и, получается, и Лиссандра. Но Кеннон и Лиссандра не могут работать вместе без урона. Ну, в данном случае у них как раз урон есть. У них у обоих по два предмета. У Крокодила, например, вообще ни одного предмета до сих пор нема. У Акали вот пистолет появился. Там у меня подсказывают и пропустил. Там было 44% у Лиссина. То есть он проигрывает реально так сильно ему. Тогда, ребят, я вас немножко обманул, скажем так. Лиссина от Рокса, там матчап я не знал. Но если там 44% у Лиссина, то забейте. Да, тут были все 70% преимущества Домбонов на лейнинг фазе. Мидгейм где-то тогда должен был оставаться за Домбонами 55% и Лейд тоже за ними 55%. Такая-то жесткий перепик был как раз-таки команды Домбон. Чуть-чуть, видите, с анализами тут подавел вас. Тут не от Рокса дело, тут в трех выигрышных линиях. Но я тебе могу сказать, что три выигрышные линии иногда могут быть уничтожены одним Лиссником, если у него есть преимущество. А я исходил из того, что у Лиссина есть преимущество над Атроксом, а его, видите, нема. Не, у Атрокса 44%. А, ну тогда я прав, тогда я абсолютно правильно сказал. Просто Лиссина сыграл как бомж. Извините за мой французский. Бомжей. Ла бомжей. И вот Ла бомжей выходит на Нагури. Нагури еще не знает, что на него выйдет саммит вместе с Ла бомжей. Ла бомжей. А у Кюшки ППД. У Тердоги. И убийстве. Никаких не убийств. Там будет спокойный подход каньона. Каньон с прыжка. Галя приземляется здесь. Дает подкидывание по каньону. Нагури пытается добить. Он фрик. Он фрик кайтит. И остается в живых. С флэша все же каньон добивает его. Но Кеннам при этом погибает. Саммит просит о помощи. Саммит пытается покинуть саммину с рифт. Но у него самминус рифт не получилось покинуться. Провляется он в серый экран. И это победа команды Дамбон. Теперь уже, наверное, определенно точно. Можно это сказать. Дамбон Шора 30 секунд. Может даже идти на Нашора. Мне кажется, Дамбоны так и хотят сделать. Но их там немножко зонят. Тут и Виктор подзонил. А, Виктор? Как дела? Виктор, ты что? Ну, теперь точно надо идти на Нашора. Но там два игрока снизу остались. Они такие сейчас. Блин, надо было идти на Нашора. Да. Нет, смотрите. Просто три выигрышные линии. В чем суть выигрышных линий? Выигрышные линии, они выигрывают не потому, что сами чемпионы сильнее других чемпионов. А потому, что они могут не давать тебе фармиться. Если зажать в угол прям вот Кенона с Ринектоном, Кенон будет уничтожен. Если зажать в угол Акали с Лиссандрой, Акали убьет Лиссандру. Если зажать в угол того же самого Люциана с Браумом против Виктора и Галли, еще не факт, что Люциан с Браумом победит. Вы просто мешаете фармиться, хорошо запушиваете линию, хорошо паукаете оппонентов. Разные варианты там есть. Иногда бывает, конечно, и сам чемпион, иногда посильнее. Вот как Люциан посильнее Виктора будет на линии. И комбинация Люциан с Браумом сильнее, чем Виктор и Галли. В данном случае я здесь соглашусь. Так вот, Лисин может нивелировать это преимущество своими гангами. Давайте вспомним конкретно, что сделал за первые 15 минут Лисин. Кто помнит? Поднимите руку. Так, я вижу, Вася на первой парте поднял руку. Вася, слушаем тебя. Я считаю, Лисин сделал ганг на мид. Ура! И он был прав, ребята. Кстати, Вася, спасибо тебе за ответ. Действительно, один ганг на мид сделал Лисин со спины на Лиссандру. А посетил ли Лисину хоть раз еще раз Лиссандру? Нет, не посетил. Ну, ясно. Не посетил, значит. Ну, тогда все. Вася говорит, я молчал. Как? Ну, ладно, ладно. Вася молчал, говорит. Ладно. Не знаю, почему Лиссин больше ни разу не посетил Лиссандру. Почему он не пришел к Кенуну ни разу? В чем у него проблема была? Почему здесь два стримера, мы пришли смотреть одного? Ну, ладно, ладно. Я Васю выгоняю. Вам не понравился Вася, видимо. Аналитика от Васи подкачала. Репорт о Каллине не закерлила. Ну да, теперь все ожидают это Калли Керринга после того, что сделал Капс в одной из партий. Но так, конечно, да, неприятная тема. У него в лесу стояли Кемпы. Нет времени гангать, когда есть Кемпы. В лесу были злые монстры. Их нужно было срочно побеждать. Зови Василису. Василиса. Нашор ушел за командой Дамбон. Пока мы тут с вами чатик читали. Ну и 3-12 до гром идет просто команды СБ. Лейнинг фазы были выиграны. Мидгейм выигран, потому что большое преимущество. Ну, а Лейнг так и так был за командой Дамбон. Ответочки я никакой не увижу. Я не понимаю до сих пор пик Ринниктона. Если Виктор с Галлио в предыдущей игре более-менее нам оправдали свой пик. Потому что Виктор с Галлио не проиграли ботлейн. Но там все же была пассивная линия Алистар плюс С. Они плохо сочетаются вместе. В этой игре Браун плюс Люциана победить Виктор с Галлио никак не смогли. Комбинация мне тогда не нравилась, а сейчас не нравится. Так вот, Ринниктон попал в контрпик и себя проявить тоже никак не смог. Патч у нас 9.2. Кто пропустил это? Представляете, как Капс на Кале играет. Решил тоже взять и стал 0.6. Ой, красота-то какая! Лепота, ребят! Березочка! Хомяк ворвался и просто раскрутил пацанов на смерти. Какое-то быстрое убийство в конце произошло. Такой резкий всплеск эмоций со стороны команды Домбон. Но Домбоны сами эмоционально стабильны. Мы это можем с вами видеть. Они понимают, что они одержали победу, но также знают, что они и проиграли до этого партию. Счет 1-1 становится в этой серии. Команда Домбон будет в следующую партию играть на синей стороне. И контрпик будет на стороне, получается, красной команды у команды Сэндбокс. Но Сэндбокс, опять же, вынужден будет потратить один бан на Кассиопею. Посмотрим после перерыва, кто же будет круче между этими двумя командами. Понимаешь, что это, по сути, борьба за вторую позицию в чемпионате Кореи. К этой борьбе может еще присоединиться команда СКТ. Если завтра выиграет команду Гриффинов, и если они выиграют, тут вообще может такое произойти, ребята. У них будет камень-ножницы-бумага, ящерица-спок. Кто же из них сильнее, на самом деле, определить будет тяжело. Ну, а мы идем на небольшой перерыв.